Здравствуйте, Олег, нас слышите? Да, приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, наступление, тема нашего эфира, наступление на Донбасс, оно началось ли, какое там соотношение сил, какое... В общем, главный-то вопрос, выстоит ли Украина на этом направлении? Ну, мы надеемся, что мы выстоим, у нас, в принципе, есть все шансы. Дело в том, что Россия даже не смогла создать трехкратное превосходство, что требует... Это минимальное превосходство, которое может обеспечить успех наступательной операции. Вот сегодня второй день, они перешли к атакующим действиям и фактически не продвинулись нигде и никуда. Все атаки отбиты, и при этом российская сторона понесла довольно значительные потери за счет того, что они постоянно атаковали. Вот, в принципе, вот так второй день проходит наступление российской армии. Понятно. Скажите, пожалуйста, а по позиции, вот основные населенные пункты, правильно я понимаю, рубежные, попасные и желание окружить Лисичанск и вот позиции ВСО основные, в чем план-то российский заключается? Ну, замысел заключается... Замысел видно невооруженным глазом. Он заключается в том, чтобы сделать малое кольцо наших войск, это по Северодонецку, сойтись от Изюма к Северодонецку и от Марьинки к Северодонецку. И в Большое кольцо это по Краматорску. Сейчас вернется Олег Жунальф. Олег, слушайте, все в порядке? Да, все нормально. И Большое кольцо сделать по Краматорску. И таким образом постараться окружить зону операции объединенных сил вместе с нашими войсками. В дальнейшем развивать наступление в направлении Днепр, города и реки и уже совсем стратегическое направление двинуться вдоль Днепра на север в сторону Киева. Но у них нет сил и средств для того, чтобы до Днепра дойти, я имею в виду до города, на сегодняшний день, судя из того, что они сегодня бросают в бой. Поэтому посмотрим. Ну, на пока, вот говорю, два дня они по малому кругу наступления на Северодонецк с двух направлений, они стоят на месте, несут потери и фактически стоят на месте. Вот я, насколько понимаю, у российской армии сейчас значительный перевес в численности вооруженных сил. И вот при этом Зеленский вчера, ну, естественно, как адекватный нормальный президент и главнокомандующий, говорил, что защищаться будут до последнего, землю не отдадут. Вот объясните мне именно с точки зрения военной экспертизы, как возможно, и возможно ли вообще победить армию, которая значительно численно тебя превосходит? И на самом деле превосходит ли она численно? Ну, значительно она не превосходит. Я же сказал, что они даже не смогли создать трёхкратного превосходства на тех направлениях, где они наступают. Это первый момент. Второй момент. Мы находимся в обороне. И обороняющаяся сторона всегда использует укрытия, использует оборонительные рубежи и, как правило, несёт намного меньшие потери, чем наступающая сторона. А в связи с тем, что они не создали мощного бронированного, допустим, ударной группировки, они не могут сходу прорвать нашу оборону. И поэтому их атака каждый раз захлёбывается, и они откатываются назад. Мы ещё наносим контрудары с помощью наших огневых стресс. И тем самым они несут огромные потери. Вот за двое суток там довольно большие потери со стороны российских. Олег, а вот мне, как не эксперту, кажется, вот такой обывательский простой подход, что российские войска, они же не ориентируются на количество мирных жителей, на жертвы среди мирного населения. Вот они могут всё атаковать реально тяжёлым вооружением, бомбами и таким образом пытаться уничтожить силы, вооружённые силы Украины. Вот как вообще бороться с этим методом ведения войны, потому что бомбы-то у России есть, они в большом количестве. Что может противопоставить украинские вооружённые силы, которые учитывают, конечно же, и то, что мирные жители-то вокруг? Дело в том, что, да, действительно, Российская Федерация, кстати, она не считается не только с мирными жителями и не жалеет инфраструктуру, они не считаются и с собственными потерями среди личного состава. С Москвы опять мы слышим информацию, доходит до нас, что Путин обратил внимание генерального штаба беречь технику, но не беречь людей. Вот такой подход у командования российскими вооружёнными силами. Главное — беречь технику, потому что техники уже осталось очень мало. Что касается огневых средств поражения наших войск, да, Россия действительно использует всё — авиацию, армейскую авиацию, ракетные войска, артиллерию, но они ещё ни разу удачно не попали, слава богу, по наших войскам. Мы же воюем современными методами, как нас научили партнёры по НАТО, а Россия воюет тяжёлыми, тяжёлыми, маломанёвренными колоннами, большим сосредоточением войск и наступлением большими группами. Они воюют в парадигме Второй мировой. А правильно я понимаю, что танк стал совершенно неэффективным вообще оружием? Ну, типа, танк непонятно для чего он. Он стреляет совсем не точно, он не может перевозить пехоту, он, там, маломанёвренный, и он лёгкая мишень для любого джавелина, для Берактара. Что это какая-то война реально из 80-х, из Афганистана, и российская армия не может ничего противопоставить, ну, вот, такие нападают танками. Правильно это мнение или нет? Ну, вы практически попали в точку. На сегодняшний день, я так понимаю, что встал вопрос вообще эффективности использования бронетехники в ближнем бою. И я думаю, что военные аналитики и учёные после этой войны будут кардинально пересматривать тактику ближнего боя, общевойскового боя. Потому что действительно развитие противотанковых средств достигло такого уровня, когда они превышают по своим огневым возможностям огневые возможности танка или бронетранспортера, или боевой машины пехоты. Ну, эта война поменяет не только мировой порядок, эта война поменяет, наверное, и основные постулаты ведения войн. Ну, несмотря на то, что российская армия, очевидно, там не соответствует уровню армии одной из крупнейших держав мировых, в любом случае понятно, что Украине будет трудно, потому что огромные силы в любом случае будут брошены сейчас на восток. И вот достаточно ли помогает сейчас Запад, европейские страны, США в плане поставок вооружения и военной техники? Достаточно того, что делают сейчас? Начинают ли делать больше? Смотрите, в принципе, номенклатура расширяется, вооружение и техники расширяются каждый день. В общем, помощь приходит. Единственное, что является самой большой проблемой, это скорость поставок, их объемы. Вот темпы поставок техники и вооружения, конечно же, бы желали быть более быстрыми, более оперативными. Это бы существенно помогло нам в противостоянии с российской армией. А можете чуть больше деталей дать, если их можно говорить? Вот, например, Словакия говорила о поставке Зузанны, вот эти, ну, достаточно мощного оружия. Можно ли его назвать вообще тяжелым вооружением? Дошли ли эти Зузанны до Украины? Что еще приходило в последнее время? Известно ли вам что-либо? Ну, вот, например, та же Германия, она опять колеблется и мечется между да и нет. И то они дают вооружение тяжелое, там, БМП и танки, они хотели нам передать советских образцов. Потом они не дают, потом, вроде как, Бундестаг говорит, надо дать, правительство говорит, надо не дать. И вот это вот тени толкая, оно продолжается до сих пор. Что касается, допустим, той же Зузанны, то, что вы вспомнили, да, это тяжелое вооружение, это гаубица, самоходная гаубица, колесная, калибра 155 миллиметров, но она там, разговор шел о 16 единицах, это практически один артиллерийский дивизион. Да, это хорошо, конечно, но одним дивизионам проблему не решить. Где они сейчас находятся, в каком состоянии, очень трудно сказать, потому что, смотрите, проблема в том, что Европа, как бы там ни было, она живет в условиях мирного времени. И бюрократию, в том числе и европейскую, наверное, самую мощную в мире, никто не отменял. Да, мы пытаемся их немножко расшевелить, объяснить, что надо быстрее принимать решения, надо оперативнее действовать, но на пока это удается с трудом. Поэтому вот в этом я вижу главную проблему. Хотя есть страны, которые удивляют своей быстротой. Та же Австралия, где Австралия, где Украина, сказал премьер-министр Дадим, эти бронемашины, башмар, этот самый, сразу же поставили. В течение одной недели привезли всю партию, передали в Украину. Британия, если говорит, что поставит оружие, прекрасно поставляет. В европейских странах есть такие нюансы, особенно в Германии, особенно в НАТО. Ну, НАТО, в принципе, вообще нам не поставляет вооружение, как организация. Это вот я подчеркиваю это. Но НАТО вооружение не передает абсолютно никакое Украине. То есть мы работаем непосредственно со странами напрямую, с нашими партнерами, которые нам помогают. Скажите, пожалуйста, Олег, а вот давайте переместимся южнее, по южному направлению Херсонская, Николаевская область. Там постоянно проходили вот последнее время бои, наступления у украинских войск и какие-то попытки атаки российских войск. Мне казалось, что Херсон российские войска, скорее всего, оставят вот эту часть за Днепром. Минировали мосты, было признаком того, что они оставят. Но сейчас, похоже, они решили там и удержаться, и контратаковать. Правильно я понимаю? Да, в районе Херсона сейчас происходит, ну, я бы сказал, такая паритетная огневое поражение. То есть они пытаются атаковать, мы пытаемся атаковать. И, в общем, обе стороны выполняют одну и ту же задачу. Не дают друг другу снять войска и перебросить их на другое направление. Но, в принципе, скажу так, что они не собираются самостоятельно оставлять Херсон. То, что они заминировали Антоновский мост, это еще не говорит, что они собираются там уходить и за собой подрывать мосты. Нет. Дело в том, что Антоновский мост – это легкая мишень для артиллерии с любой стороны, как с нашей, так и с российской. И поэтому, если, допустим, будет попытка уйти из Херсона, мы можем их запереть, разбив артиллерии этот мост. Но для нас это тоже такая же проблема. Если они уйдут, то они могут разбить этот мост. Поэтому там просто пока идет противостояние двух сторон примерно на паритетных основах. Скажите, пожалуйста, Олег, вот вам к вопросу, как к военному эксперту, то, что вы сказали. Закончатся победы Украины. А как вы видите эту победу? Победа Украины – это, не знаю, дойти до Москвы или победа Украины – всех выгнать с территории Украины? Или еще какой-то вид победы Украины? Как Украина поймет, что она победила? Ну, Украина поймет, что она, если мы говорим о финале войны, а не о финале, допустим, второго этапа. Второй этап закончит коренной перелом в этой войне. Он покажет, кто на чьей стороне преимущество. И дальше будет третий этап, самый тяжелый и, наверное, самый продолжительный в этой войне. Это контрнаступление вооруженных сил Украины. И победа Украины – это выход на границы 1991 года. Вот это победа Украины. А дальше будем разговаривать о дальнейшем сосуществовании двух стран России и Украины. Ну да, мне кажется, что все вопросы, в каких границах должна быть Украина, они все автоматически сняты, даже если у кого-то они когда-то были. Спасибо большое, Олег Жданов, военный эксперт, был у нас в гостях. Продолжение следует...